На первый взгляд тишина и спокойствие, но шахматы ведь спорты не менее азартные, чем другие, говорят участники. О их на турнире 120. Задействованы и руки, и ноги, главное, конечно, к головам. Роман, выбирая шахматы в 8 лет, долго и не думал. Принт баскетбола на Толстовке уверяет случайность. Сложно найти в магазине какую-то специально принтованную кофту под шахматы. Нету таких, очень мало в нашем городе таких кофт или футболок даже. А ты бы надел? Я бы, конечно, что. Для 13-летнего Ромы главная задача на этапе Кубка России – получить третий взрослый разряд. А вот Евгений Алексеев здесь один из гроссмейстеров, в прошлом чемпион России. Сейчас молодежь буквально наступает на пятки. Со временем тяжелее выдерживают, наверное, борьбу долгую. То есть, если брать этот турнир быстрые шахматы, то по 4-5 партий в день, не успеваешь посчитать варианты, и это может решающее значение оказать. И все-таки Евгений – один из фаворитов. Претендент не только на очки, но и на призовой фонд. Здесь он полмиллиона рублей. На всех. Ведь гонорары даже шахматной верхушки несравнимы с зарплатами тех же хоккеистов или футболистов. Если россияне, то, ну, гроссмейстер, обычный гроссмейстер, ну, порядка, там, 50-100 тысяч в месяц рублей зарабатывает. Если говорить гроссмейстер повыше уровнем, ну, наверное, 1300 в месяц. Основная масса спортсменов – все-таки любители. Чтобы участвовать в соревнованиях, берут на работе отпуск и едут получить удовольствие. От общения, от атмосферы, от победы даже в одной партии. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком.